Всем привет дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Обливион. Я пока продавал тут всякое разное необходимое и не очень чинился. Ну, самое время вернуться, доложиться Мартину. И скорее всего, скоро мы уже отправимся в рай Манкара Камарана. Я не помню, сколько еще по времени это займет. По-моему, нам не обязательно собирать союзников. Но все-таки. Сэр, при всем уважении, Сир, должен быть другой выход. Риск слишком велик. Я знаю о риске. Я был в Куачи, но другого выхода нет. У нас нет выбора. Графиня никогда не согласится на это. Согласится. Она должна. Хорошо. Клинки, как всегда, в вашем распоряжении. Что, Мартин? С возвращением. И тебе удалось добыть Великий Камень? Да. Действительно. Я могу положиться на тебя. Отдать камень. Никогда не думал, что доведется держать в руках Великий Велкинский Камень. Он действительно прекрасен, как и гласят легенды. Ну да. Но, конечно же, его красота лишь маскирует его смертоносную силу, как и у всего, что создано Айлейдами. Теперь нам осталось найти всего один предмет, и мы будем готовы открыть портал в царство Манкара Камарана. Шо еще? Мне надо было догадаться раньше. Это противоположность Великому Велкинскому Камню. Помни, первые два предмета противопоставляют друг другу власть Дейдра и власть богов. Ну? Велкинские Камни содержат концентрат энергии Мундуса. Их противоположность. Сигельские Камни используются для удержания врат Обливиона открытыми. Великий Сигельский Камень. Вот что нам необходимо. Нахуй ей. Ты что, дурак, что ли? Тебе это не понравится. Я понял. Джофри это уже не нравится. Графине Брумы это тоже определенно не понравится. Великие Сигельские Камни служат якорями для великих врат, наподобие тех, что Мифический Рассвет открыл в Кватче. Именно такие врата Мифический Рассвет хочет открыть здесь, чтобы уничтожить Бруму. Ну? Я же сказал, тебе это не понравится. Я знаю. Риск велик. Я был в Кватче и видел ужасную силу осадной машины Дейдра. Но у нас нет выбора. Единственный способ вернуть Амулет Королей, это позволить Мифическому Рассвету притворить в жизнь свой план атаки на Бруму. Здесь ты будешь в безопасности. Нет. Я лично возглавлю оборону Брумы. Если я должен стать Императором, пора начинать действовать, как пристало главе Империи. Ну ты рискуешь. Помнишь нашу первую встречу в Кватче? Я сказал тебе, что не хочу быть частью какого-то божественного плана. Ну да. Я все еще не уверен, что этот божественный план существует. Но я пришел к мысли, что это не важно. Важно только то, как мы действуем. Мы должны делать все необходимое, чтобы противостоять злу. Таковы были твои действия в Кватче. Тебе мы обязаны спасением, а не богам. Тебе пришлось действовать за богов? Я не знаю. Добро, зло, это все эфемерно. Но теперь пришло мое время действовать. О чем ты? Ладно, это не очень рационально, но... Как прикажете, мой Император? Пожалуйста, друг мой. Я нуждаюсь в твоих советах, а не в слепом повиновении. Я объяснил тебе свою позицию. Надеюсь, теперь ты меня понимаешь. И мне важно, что ты сможешь объяснить все это графине. Я боюсь, чтобы убедить ее, придется приложить усилия. Да, я даже знаю, какие. Ладно, я отправляюсь. Хорошо. Пусть она встретится со мной в часовне Талоса для проведения военного совета. Это подходящее место для обсуждения таких отчаянных планов. Добрый вечер, сэр. Сука. Да я просто знаю, что она захочет армию. Для того, чтобы привезти эту армию, мне придется позакрывать все врата в округе. Не до ужаса лень этим заниматься, но ладно. Приветствую, милор. Здорово. Приветствую. Какие новости из храма повелителя облаков? Ой, блядь. План битвы. Воистину отчаянный план. Этот принц? Император? Мартин готов рискнуть судьбой целого города, чтобы заполучить Великий Сигельский камень? Да. Мы должны вернуть амулет. Это единственный способ остановить вторжение обливиона. Должна признать, никто еще не говорил со мной о победе над Дейдра. Эта война оказалась мне безнадежной. Но что нам оставалось делать? Кроме как ждать, пока не найдется герой, который спасет нас. Я не герой. И теперь появляется наследник трона, скрывающийся в храме повелителя облаков. И, может быть, герой тоже? Мартин ждет часовни. Ты уходишь от ответов на мои вопросы? Хорошо. Не думай, что я сомневаюсь в тебе. Правители Брумы всегда имели тесные связи с храмом повелителя облаков. Мы знаем, кому они служат. Я встречусь с Мартином в часовне. Когда все будет готово, я прикажу своим людям прекратить закрытие врат и готовиться к битве. Что там за обновлением? Мы побеседовали с графиней о планах Мартина. Она несколько согласилась с его действиями, а сейчас направляется навстречу. Ну, давайте-ка проследуем за ней. Просто мне кажется, я по-любому должен буду позакрывать врата вокруг больших городов. Подожди, в какую навстречу часовни от Талоса? Часовни от Талоса где? Ну, ладно, давайте-ка за ней идти, потому что... А, вот, вот это вот она, видимо. А, вот, вот, вот. Ну, где же Мартин? О, да можно и так. Да. Да будет так. Теперь судьба Брумы в руках богов. И в твоих руках. Ой, да как-нибудь разберемся, что ты вот это вот начинаешь. Не бойся, неси. Раз хочешь, я буду героем, не похеру. Я справлюсь. У нас все получится. Йоло. Так, куда, кстати, идти? А, тут недалеко. По-моему, где-то за этим холмом и откроются великие врата. А, вот, и они. Давайте сделаем тут большой сейв. Мы будем... Сурово. Не, на полюбое. Они уже открыты. Это таких порталов. Будет три. Мифический рассвет откроет великие врата, через которые мне нужно пройти. Ага. Я понял. То есть, ждем. Ну, они пока что-то нихера не открывают. О, мы с Мартином на поле боя. Вот и Мартин. Здоров. Давай. Солдаты Сиродила. Будущее империи решится сегодня, здесь и сейчас. Позволим ли мы Дейдра сделать с Брумой то, что они сделали с Квадчем? Позволим сжечь наши дома? Позволим убить наших родных? Нет. Сегодня мы будем стоять насмерть. Мы будем сражаться за весь Сиродил. Мы должны продержаться, пока герой Квадча не уничтожит великие врата. Мы должны уничтожить все, что выйдет из этих врат. Созору! Мы должны сдерживать врага, пока не отк... Из-за этого мы будем застегивать. Мы должны не уничтожить эти «занк» врат. Мы должны быть застегивым. Мы должны быть застегивыми... Унидивыми. Мы должны сдерживать все, что уничтожили врата. Унидивыми. Мы должны пакетировать врата. понемножку подтягиваются смотрю наши воины куда пошел три мора открылись третьи врата ты станешь моим скотина посмотрите чё делает отрок а вот и великие врата а чё они между собой дерутся выпью зелье цем чему бы и нет ладно я пошел по ту сторону великих врат осадная машина до ядра движется к порталу если она пройдет сквозь врата прежде чем я достану сегельский камень все пропало ну тогда делаем сейф и давайте посмотрим куда идти идти тут не особо далеко но я надеюсь там есть какой-то проход мне надо добраться тут блять 13 минут серьезно давайте посмотрим может тут сверху да у тут сверху есть проход вот 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 Аааа! Не, ну, мы, конечно... Скотина! Интелекта, волшебства... А у меня че, нету зелий, что ли? Не повезло! Ого! Не, я упаду и убью сейчас. Смотрите, какая прелесть. Да, давайте лучше идти по башням, без вот этих приколов. Куда она меня ведет? Вот в этот портал. Ну, портал, а в эту дверь, в смысле. Угу. Угу. Не мешайте, у меня важная миссия по спасению мира. Так. Я немножко потерялся. Вообще прикольно. Че ты, блядь, двигайся, скотина. Ой. Аааа! Он... Он на лету в меня попал. Во пёс-то какой. Как же мне попасть на ту сторону? Ну, прыгай же ты, сука, чёрт ты не прыгаешь. Он не хочет прыгать банально. Вот я нажимаю пробел, и он не прыгает. Ух... А, они меня снова просто сбили. Я думал, я останусь в Обливионе навсегда. Так, ну вроде все. Вроде я в основной башне. Тут уже все попроще. Тут можно и пробежать. Да ты падла. На каждом этом сам, на каждом шагу попал в ловушку. Ты сам иди в бездну. Ох, какой красавчик. Просто молодец. Сука. Так, ну у меня должно быть зелье магии. Давай, отхиляемся на фул. Сейв и вперед. Я почти на месте. Не так уж многое осталось. Че ты, ты съебаешься? Не съебайся. Так. Почти купол. Серьезно. Ты гонишь. Где этот дурак? Ну нет у меня отмычек. Ну че я могу сделать? О боже мой, я еще и тримору ту потерял. И давай. Не хочу. Ключ гони. О подожди. У тебя тоже был ключ? Не, у тебя не было. Ну и ладно. Семь минут. А! Времени гора. Все, давай по старым чертежам. Ах, нахер пошел. Пока-пока. Что такое усталость? Шо такое усталость? Бей! Дебил! Потом расскажешь. Че это такое? Осадная машина. Прикольно. Короче, перебили довольно многих. Довольно многих. Сам, блядь, слышал, че сказал. Ладно. Сегодня мы одержали великую победу. Теперь у нас есть возможность забрать амулет королей у Манкара Камарана. Но нам нужно действовать быстро. Камарану не потребуется много времени, чтобы понять, в какой он опасности. Помни, портал закроется за тобой, так что сразу возьми с собой все необходимое. К твоему прибытию я закончу все приготовления к ритуалу в Большом Зале. До встречи. Я тебя понял. Прощай, друг мой. Давай, удачи тебе. Так. Мы отправляемся в столицу. Там надо закупиться зельями, починиться до фула. Ну, наверное, все. Никто. Так. Так. Доброе утро. Доброе-доброе. Почти новые товары. Красный алмаз. Ну, пошли вот у него починимся. Что ты х... У нее. Окей. Если я не могу... Взгляни на мои товары. Наверняка тебя что-нибудь... Нон, дреморская стрела прямо у меня из задницы. Хочешь, забирай. Так. Тяжелый меч. Слишком уж он тяжелый. Расскажи. Угу. Правда, у меня друзей нет. Ну-то ладно. Так. Теперь нужно заглянуть к алхимику. У меня есть все. Оглянись вокруг. Ты не найдешь лучших цен во всем Тамриэле. Ага. Так. Слабое зелье лечения. Вот и все. Расскажи. Прощай. Так. Теперь мы отправляемся куда? Понятно. Там сейчас приляжу на часик. Подниму левел. И можно будет отправляться. Так. Ну что, поднимем силу. Поднимем скорость. И поднимем... Наверное, выносливость. Так. Поздравляю с победой, сэр. Спасибо. Спасибо. Но мы еще не победили. У-у-у-у. Какая херня. Давай, сохраняем. У меня все готово. Я создам портал с помощью ритуала из Мистериума. Мне совершенно ясно, что портал за тобой закроется. Тебе придется искать другой путь назад. Мне представляется, что Манкар Камаран служит якорем рая. Так же, как Сигельские камни служат якорями, удерживающими врата Обливиона. Убей Манкара Камарана, и ты разрушишь его рай. Я понял. Мне открывать портал в рай? Твои приготовления закончены? Да, открывай портал. До свидания, друг мой. Наша судьба в твоих руках. Возвращайся с амулетом королей. Окей. Приготовься. Давай, я готов. Ух. Я ушел. Вернусь не скоро. Так, я в раю Камарана. Портал за мной закрылся. Нужно найти Манкара Камарана, убить его и забрать амулет королей. Так, ну... Да. Да, 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 да. Что ж, наконец-то явился прихвостинь Цептима. Так тебе, наконец, удалось найти дорогу в Гайяра-Лату. Оставь нас в покое. Что за херня? Гайяра-Лата – имя, данное мастером этому месту. Мы же обычно назовем его просто Рай. Это Дикий Сад. На вершине этой горы находится терраса рассвета, ведущая к дворцу Манкара Камарана. Карак Агайя-Лору. У подножия горы находится запретный грот. Единственный выход из Дикого Сада. Тебе ведь не приходило в голову, что ты сможешь застать меня врасплох здесь? Не так ли? В раю, который я создал. Перед тобой мой рай. Гайяр-Алата на древнем языке. Видение прошлого и будущего. Ага, потом расскажешь, чем все закончилось. Посмотри на Дикий Сад. Здесь мои последователи готовятся к своему великому предназначению. Править Тамриэлем Возрожденным. Если действительно судьба избрала тебя, а я надеюсь, так дело и обстоит, этот сад не задержит тебя надолго. Теперь взгляни наверх и увидишь Карак Агайя-Лор. Мой трон на вершине рая. Я буду ждать тебя там. Что тебе нужно, с... Оставь меня в покое. Это что, разве не он? Я думал, я пришел правильно. Там есть еще какое-то продолжение, поэтому, наверное, нам туда. Это так просто, курилка. А что у тебя, кстати, бессмертные одеты, как эти, блядь? Как бомжи. Ладно. Будем считать это замыслом мастера. Но то, что они на меня не нападают, это прекрасно, по-моему. Кстати, почему квест не работает? Потому что тут карты нет. Логика. О, дремора. Вставайся. А-а-а-а! Как мало ты понимаешь, ты не можешь остановить лорда Дагона за временем первого утра княжества. А-а-а! Многочисленные их имена и имена их владык. Холодная гавань Меридии, трясина Переайта, десять лунных теней Мефалы и... и красота рассвета. Княжество Лорхана, ошибочно называемое Темриэлем, обманутыми смертными. Че ты меня грузишь, Тарантино? Да... Теперь ты понимаешь. Тамриэль это всего лишь еще одна деидрическая область Обливиона, давно потерянная для своего принца, преданного теме. Дверь кажется абсолютно ровной и гладкой, совершенно непонятно, как я можно открыть. Кто служил ему? Лорд Дагон не может захватить Темриэль, принадлежащий ему по праву рождения. Он идет, чтобы освободить захваченные земли. Девочко! А-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а! Я понял. Проси себя! Как может быть, что всемогущие боги умирают? Ебало, заткни! А Дейдра, вечный! Как может быть, что Дейдра открыто являют себя людям, а боги? Сейф. Не, я прекрасно понимаю... просто... Они вовсе не боги. Правда всегда была на расстоянии вытянутой руки от тебя, самого твоего... На тебе наручи, но ты не заключенный. Кто ты? Что ты делаешь здесь? Убиваю. Сможешь ли ты сделать это? Сможешь ли ты положить конец этому вечному кошмару? Да. Сможешь ли ты победить Манкара Камарана и освободить все эти души бедных глупцов, что последовали за ним? Послушай, я могу помочь тебе. О как! Тебе понадобится моя помощь, если ты хочешь вообще выйти из запретного грота. Я могу тебя убить. Почему? Я участвовал в захвате Квача. У них не было ни единого шанса. Мы застали их врасплох и взяли стены при первой же атаке. Но они все равно сражались. Отчаянно. Казалось, они верили, что этот старый мир стоит защищать. Я был убит после окончания битвы. Мы прочесывали город, ища выживших. Трое горожан, прятавшихся в подвале, напали на меня, когда я вошел в их дом. Они разорвали меня на куски, хотя, не сомневаюсь, они были тут же уничтожены моими товарищами. С тех пор, как я попал сюда, у меня было много времени, чтобы взвесить свои поступки. Взвесить и раскаяться в них. Вечность раскаяния. За мою слабость мастер сослал меня сюда, дабы я пытал моих бывших товарищей, проявивших подобную же неблагодарность, в ответ на его дар вечной жизни. Это не вечная жизнь. Ваша душа захвачена в полианах. Чем ты можешь мне помочь? Никто из тех, на ком надеты наручи избранных, не может покинуть этот грот. Двери не откроются, а другого пути отсюда нет. Я могу снять их, но мне нужно время. Вот-вот сюда придет Дриморо-надсмотрщик с проверкой. Тебе придется играть роль заключенного, пока он не уйдет. Веди себя будто пленник и делай, что я скажу. Когда Орта уйдет, мы сможем найти уединенное место, где я сниму с тебя наручи. Ну, блядь, да хер тебе? Я понимаю. У тебя нет причин доверять мне, но у тебя нет выбора. Я единственный, кто может помочь тебе выбраться из этого места. Ну ладно. Никто из тех, на ком надеты наручи избранных, не может покинуть этот грот. Ты очень скоро вы... Я готов помочь. Ладно, 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 ладно. Хорошо. Хорошо. Следуй за мной и не беспокойся. Ты можешь доверять мне. Вряд ли. А так я не могу снять наручи? Ага. Ну ладно. И Джулианус, и Дебелла, и Стендар предали Лорхана и объявили себя божествами в княжестве, утратившим озарявший его свет. Что стоят учения, любовь и милосердие по сравнению с судьбой, ночью и разрушением? Боги, которым вы поклоняетесь, жалкие тени первоисточников. Они веками обманывали вас. Кто он? Ничто не ускользает от вас. Почему, как ты думаешь, ваш мир всегда был спорной территорией, ареной вечной борьбы сил? Это Тамриэль. Царство изменения, брат безумия, сестра хитрости. Большевые боги не могут переписать историю с нуля. Поэтому вы помните сказы о Лорхане Очерненном, о мертвом обманщике, чье сердце покоится в Тамриэле. Но если бог может умереть, как может выжить его сердце? Я буду отвлекать до Эдро. Тамриэль. Блядь, пока этот дурак пиздил, я вообще ничего не услышал. Так, сказал мне, что мы встретимся в глубине пещер, где он поможет мне снять нарчи избранных. Надо А, вот так. Это сердце. Есть сердце мира, ибо одно было создано для удовлетворения другого. Вы все помните это. Об этом говорится в каждой легенде. Эдро не могут умереть. Поэтому ваши так называемые боги не могут полностью стереть его из вашей памяти. А, ты не мой. А мне сюда нет. наверное нет. Так. Что мы встретимся в глубине пещер, где он поможет мне снять. Надо продолжить искать путь через пещеры к дворцу Манкара Камарана. Вот эта вот часть игры я помню хуже всего. Ладно. Пойдем. Тут дреморы. . . А а это как в моровинде блять с одной вилкой только тут в одних наручок что-то прям аж за душу берет так я на слабое зелье лечение чего клеймор на двуручник на интересная штучка получается я их перебил просто так ну да ничего значит все таки туда через говно свет включи у тебя получилось впрочем я был уверен что у тебя не возникнет проблем давай снимем с тебя эти наручи вот ты больше не являешься заключенным запретного грота позволь мне пойти с тобой позволь мне помочь тебе убить манкара камарана я тоже кое-что могу да в одиночку мне не по силам противостоять манкару камарану но возможно вместе мы сможем найти способ уничтожить его веди так мы пошли отлично защитник выберемся как-нибудь отсюда ты продвигаешься быстро и уверенно возможно тебе все же удастся добраться ты думаешь я издеваюсь над тобой вовсе нет твоем пришествии я слышу шаги судьбы ты последний защитник умирающего тамриэля а я сдаю колыбели мифического расцвета тамриэля возрожденного я приветствую тебя если и вправду судьба послала тебя я устал от самозванных героев которые пытались встать у меня на пути только для того чтобы показать свою и несостоятельность давай давай я почти пришел недолго тебе еще пиздеть осталось кстати вы иметь и радио у меня из головы заебала чё это такое ну ты мне помог ладно пойду без тебя ну а хули делать он сдох ну сдох и сдох я бы мог его конечно ресуррект но не хочу не буду вот и ман манкар камаран ночью давайте сделаем большой сейф и как бы вот я какая неожиданность да а вот она я тут даже понятия не имеешь какими силами управляет мой отец думаешь можешь остановить нас скоро догон вступит на земли тамриэля впервые со времен мифического века наша победа будет полный и окончательный не так насрать не поверишь иди мой отец жаждет поприветствовать тебя в карак ага и лори а это это вот эти вот пацаны вот этих я убил их и так наконец-то ты здесь слуга этого претендента септима ты все еще думаю что у тебя есть шанс да да мы знали что ты в конце концов доберешься сюда но это тебе ничем не поможет не заставляй моего отца ждать он полагал что ты явишься несколько часов назад иди ведь тебе же хотелось его увидеть разве нет да да именно так ладно дорогие друзья всем спасибо за просмотр я пожалуй оставлю финал на следующую серию всем спасибо всем пока до новых видео